Привет, друзья! Подписчики мои! У нас сегодня очень интересное видео. У нас сегодня распаковка двух рандом-бустеров B118. Жух-жух! Вот эти два прекрасных волчка мы сегодня распакуем. Но перед роликом, ребята, вопрос в популярнейшем канале. Что ты будешь делать, когда Бэйблэйд закончится? Я уже устал на это отвечать в роликах, но отвечу еще раз специально для интересующихся комментаторов. Во-первых, Бэйблэйд не закончится никогда. Волчки будут, точно вам говорю. Во-вторых, у меня еще, помимо этого канала, три канала, где я снимаю конструкторы, где я снимаю игрушки, аппараты, акции. И еще есть канал, где я снимаю влоги и комиксы. И там фигурки теперь туда переехали. Понимаешь? То есть, закрою канал, вот и все. Закончится Бэйблэйд, закрою канал. Вот такой вы хотите ответ у меня услышать или что? Да и к тому же, реально, закрою канал, у меня останутся еще три. Все, да? Ну, как бы, ну это глупые вопросы. Плюс, друзья, еще раз. Я снимаю Бэйблэйды, потому что мне это нравится. И когда Волчки закончатся выпускаться, у нас еще много дел, много работы. Я буду собирать полностью всю коллекцию. Да даже если коллекцию соберу полностью, то буду просто снимать батлы. У меня на канале огромное количество батлов. И батл Нексус, и турнир Шаманов, и Омерзительная Восьмерка, Великолепная Семерка, и Бэйблэйд Слэм, да, в конце концов. Все это есть на канале, можете посмотреть. Я правда не понимаю, к чему такие вопросы и что ты будешь делать. Причем эти вопросы, они реальные. Открыл канал. Первый комментарий, привет, ты лучший. Второй комментарий, что ты будешь делать. Ребята, снимать дальше. И еще перед роликом, ребята, где купить такое многое другое? Я вам все расскажу. А купить все это и многое другое вы сможете на сайте paralskate.ru на Азоне. Ссылочку оставлю в описании к ролику. Переходи, посмотри, там много реально всего интересного. И пупырки, и радужные друзья, и бэйблэйды, и куча всего интересного. А также ссылочку я оставлю еще на сайт, тоже переходи, посмотри, и на Вайлберис. То есть, кому как удобно, ссылочки все в описании. Сайт классный, проверенный, сам там всегда заказываю. Ну, сами все видите, как бы понимаете. Вот, поэтому, ребята, переходи по ссылочке в описании, заказывай себе реально много чего интересного. Скидки, новинки, бэйблэйды, игрушки и много-много всего интересного по ссылочке в описании к этому ролику. Так что, ребят, заказывайте смело. Волчки старые, поэтому их расхватывают, как горячие пирожки. Будьте первыми, кто их закажет себе. Сегодня рассмотрим две вот эти вот коробочки. Прекрасные, но перед этим еще раз маленькие отступления. Мне вот говорят, много болтаешь? Это мой канал. Мой канал рассуждения мои о жизни на тему бэйблэйда. Все. Андестент. Итак, ну что ж, друзья мои, давайте посмотрим, что вообще у меня есть. У меня есть вайс леопард. Вот такой красиний, синий, просто крас... А что я сказал? Красиний? Красивый. Синенький вайс леопард. Из этого рандом бустера. Он у меня уже, наверное, года полтора, а то и два. Он крутой. Дальше. Отсюда вот тоже. У меня есть императрический форнелус зеленого цвета. Обожаю имперора форнелус. Вот у меня есть их, получается, три. Ну, вот такой зеленый. Есть у меня еще один. Сейчас. Что-то у меня сегодня ролик. Это второй раз уже ролик перезаписываю. Во. Вот такой серебряный. Есть оригинальный черный. И мне вот не очень нравятся эти раскраски. Ни зеленая, ни серебряная. Как-то вот не. Ну и Валькирия, конечно же. Виннинг Валкирия. Это у нас третий сезон волчков. А, не, подожди, это второй. Это же раз вайс леопард. Значит, это второй сезон. Нет, подожди, а почему у нас... А, вайс леопард был в третьем сезоне. Да, да, все, это я уже все путаю что-то. Вайс леопард. Третий сезон. Виннинг Валкирия обязана быть тут. Не самый великий волчок, но спасибо, что он есть. Все, теперь приступаем к распаковке. Давайте. Вы заждались, я много болтаю. А, такой мой стиль, мой кредо. Душные, скучные ролики никому не нужны. А у меня веселая болтовня, размышления и песенки. Это вот канал Бейзон. Лучше из лучших. Так, ну давайте, посмотрим. Так, о, нам даже не проспойлерили, кто у нас здесь. Ну, очевидно, что это будет один из пяти. То есть, либо два Лангинуса, либо Трайдент, либо Богомут, либо Красный Вася. Смотрим, что здесь. Такс. Ты че упал? Ты че упал? Ну-ка, стой. Давайте. Опа. Ой, ох, ребята, смотрите, он уже рвет упаковку. А это значит, что он уже хочет к нам. Давайте-ка посмотрим. Вот такой замечательный, синенький у нас Найтмэр Лонгинус. У меня такого оригинального, кстати, Найтмэра, по-моему, нету. У меня вроде бы есть крышка. Но, по-моему, нету. По-моему, вот из второго сезона Найтмэра у меня нету. Но, честно вам признаться, Волчок максимально ни о чем. С точки зрения того, что он безумно потрясающе выглядит. Это первый Волчок, где используются две детали. Он сумасшедший и удивительный. Но, к сожалению, сложный в обращении, сложно запускаемый. И подделка вообще отвратительная. Но оригинал, конечно, вообще сочный. Посмотри, черный, серебряный у него головы. Мам, дорогая, какой он классный. Так, отлично. Отличное дополнение в коллекцию. Давайте посмотрим теперь на его драйвер. Ведь в оригинале драйвер Дестрой. А что будет здесь? Ну, в оригинале, в смысле, в каноне. Вот. Просто говорю оригинал. Мало ли кто подумает. А, тогда что? А что это такое вообще? А, ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Вау, 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 вау! Это же драйвер абсолютно внезапный для меня. Из-за этого... Это от Зайтрона, по-моему. От которого даже в мультсериале-то и не было. Вау! Вот это драйвер как драйвер. Слушай, он офигенный. Он рыжего цвета. Конечно, немножко странно все это дело выглядит. Учитывая то, что сам волчок черный. Серебряным. Но вот рыжий драйвер выглядит офигенски. Посмотрим на его наклейки. Я пойду с грустью их клеить. Ненавижу клеить наклейки. Волчки распаковывать обожаю, а вот клеить наклейки не мое. Кстати, попрошу вас заметить, что у нас никакой карточки с будущим анонсом нет. Есть QR-код. Там ребята просили QR-код ближе к камере показывать. Но показывают. А что-то от них толку. Они же это... Ну, они не работают. Поэтому вот такие наклеечки. Слушай, ну красивый, красивый. Так, давай сразу быстро второй. Быстро сразу второй распаковываем. Чтобы время не тянуть. Не мое, не ваше. Давайте, давай. Готово. Так, ну-ка. Да, слушай, драйвер из E-Tron это, конечно, моща, моща. Оп. Три. Тричевод нам сразу вылетает. Давайте-ка мы. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Начнем с кольца. Кто, кстати, смотрел новый сериал «Властерин колец. Кольца власти»? О, диск от Legends Pre-Gun. Замечательный. Замечательный. Ага, халявная рама. Я по ним так скучал по халявным рамамам. Ребятки, обожаю их. О, а это, кстати, не просто рама. Это рама от самого Вайса Леопарда. То есть, приятно, приятно. Давайте посмотрим на драйвер. Что же тут за драйвер? Ух ты, ух ты, ух ты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, это драйвер от Zeta Hillis. Слушай, Extend. Ух ты, раз и все. А, был вопрос в комментариях еще. Можно ли на китайский драйвер Extend поставить дополнение? Ну, можно. Почему нет? Он же так же снимается. Просто вопрос, чем-то бушетковыривать. Можно, конечно, и плоскогубцами отковырять. Но это такое себе удовольствие. Плюс, что ты будешь ставить на него. То есть, если у тебя есть драйвер китайский, то где-то возьмешь на него нужную запчасть. Но если она у тебя есть, так попробуй. Я что-то спрашиваю. Либо ты хочешь купить китайский, поэтому тебе интересно наперед. Ну, зачем тебе китайский этот самый... О-хо-хо-хоу! Друзья, Богомут. Сейчас быстро доведу свою мысль. Зачем тебе покупать китайский Extend? Если уж ты хочешь купить, то проще купить уже, ну, оригинально как-то постараться найти. Они в рандом-бустерах выпадают. Я думаю, посмотри ролик, найди где и купи, закажи. Или просто погугли. Слушайте, это же у нас... А что я сказал, Богомут? Это же Богомут, да, это же он. Это Богомутика второго сезона, которого мне пока что не хватает. Вау, вот это крышка. А у него тут что-то двигается. А, да ладно! Я даже не знал про эту фишку. Или подожди, или знал про эту фишку. Вау, вот это подарок. Вот это победа. Давайте скорее соберем его. Слушай, мне кажется, это будет топовая сборка. Потому что, во-первых, Driver Extend. Во-вторых, он в левую сторону... А, у меня такой есть от Hasbro, по-моему, черный. Оригинальный. Да, у меня такой от Hasbro есть. О-о-о! Я беру... Но там, по-моему, по-другому это было. Беру свои слова обратно. Это жесть. Он вообще не... Посмотри, он вообще не держится. Тут нет щелчков. Ну, я не знаю. Выглядит, конечно, потрясающе для коллекции, да. Но как-то прям уж очень странно, что он такой легкий. Но в любом случае, это потрясающе. Круто-круто. Два новых волчка у нас есть. Посмотрим на... Давайте наклеечки. Наклеечки. Это супер важная вещь. Деталь. Вещь. Деталь. Или вещь. Или деталь. Так, сейчас. Вот такие наклеечки. Вот такой. А, и QR-код. QR-кодик. О! Все. Пойду клеить наклеечки, а вы ждите дальше. Ну, пять секунд для вас. Да даже меньше. Ох, ребят, прям клеить наклейки прям тяжко. Давайте посмотрим, как они выглядят с наклейками. Вот богомут потрясающий. Вот такая наклеечка у него на драйвер. И вот такой он сам. Блин, офигенный. Золотой, изумрудный. Прям очень красивый. Мне прям очень понравилось. Он прям офигенный. Офигенский. И давайте мы его соберем, чтобы он красивый уже был собран. Чтобы все было. Правда, собирать его сложно. Ну, ладно. Ну, и лангинус. Что вам сказать? Вот такая у него драйвер. И вот такой у него верхний слой. Тоже прикольный. Тоже красивый. И есть. Будем батлить. Не то, чтобы прям батлить, батлить. Но мы скорее их друг с другом посражаем. Потому что. Значит, у нас богомут. Вращается он. Вот так. Мне, честно, признается, кажется, что он будет взрываться сразу же. Но пока вроде работает. Но против ланги... Ну, вот. То есть, ну, зачем нужен волчок, который не может держаться? Это же буквально, типа, ну это смешно. Один удар и все. Здесь говорить не о чем. Ну, давай попробуем запустить. Не знаю. Лангинусы. Хотя, может, я ошибаюсь. Может, он вообще не этот самый неразрушимый. А, ну если бой будет такой, типа, на уровне ментальном у них проходить, то, наверное, это хорошо. Вот. Короче, богомут чист в коллекцию для красоты. Батлов с ним. Хотя, смотри. Я, возможно, и не прав. Ну-ка, дай посмотрим аккуратно. Ну, смотри. Ну, он прям близок. Он прям вот уже все. Не знаю даже, ребят. Что думаете? Может, я не так как-то... О, и почти взорвался. И лангинус, между прочим. Да, слабоватый, слабоватый. Бустер был. Ну-ка. Ну, он вернулся, кстати, самостоятельно. Ну, и все. То есть, понимаешь, три удара и до свидания. То есть, он безумно красивый. Безумно классный рыжий драйвер. Но, к сожалению, почти, кстати, взорвался и лангинус. Так что сет в коллекцию просто для полки, для себя, для души. Ну, или можно, допустим, похвастаться. Вот, смотри, у лангинуса проблема. Он не надевается. Я про это говорил. То есть, он... Из-за его ужасных голов, он очень плохо надевается на пускалку. То есть, мне скажут. Мне тут писал чувак. Бейзон даже собирать волчки нормально умеет, ребят. Я умею собирать волчки и умею хребать на пускалку. Просто я показываю, что есть нюансы. Понимаете? Вот. А так, что могу сказать? Вот такое у нас сегодня было видео. Подписывайся на канал. Ссылочка в описании. С вами был Чичнев Гамош. Огромное спасибо всем. Что были сегодня со мной. Спасибо большое этим дуб ребятам. Нет. Вот Богомут, кстати, норм. Если не... О, и все. А, и все. Ладно. Всем пока.